Хорошо ли вы себя вели последних 50 лет, товарищи выпускники? Каждому из этих седовласых и умудренных опытом моряков есть что вспомнить и рассказать друзьям. Многие из них прошли путь от простого матроса до капитана дальнего плавания. Сложно уместить рассказ в несколько минут. И все же звучали различные истории, стихи и даже песни о капельно. Я прибыл в родной городок, где долго меня ожидали. Большинство пришло поступать в училище, не подозревая, что их ожидают суровые испытания. Сначала учебой, затем морем. В общем, все были романтики. Сюда пришли по романтике. У нас не было меркантильных интересов. Вот допустим, что я иду там за грант. Я даже не знал, что я буду за грант плаванием. Я просто шел на штурмана дальнего плавания. Но в том, что там есть валюта, что какие-то есть заработки. Многие тогда этого даже не знали. Распорядок дня радовал. С восьми до трех занятия, обед, час свободного времени, самоподготовка, ужин и спать. При всем этом требования были самые строгие, а дисциплина железная. Николай Даневич вспоминает, как неожиданно для самого себя стал отличником. Я выдержал здесь колоссальный конкурс при поступлении. И второе, здесь такие были преподаватели, что когда я слушал их, я все запоминал. Я все запоминал, несмотря на то, что требовали конспект. И так получилось, что я даже не знал, я кончился отличием. Единственный преподаватель, который дожил до этой встречи, рассказывает случай на выпускных экзаменах курса. Ответы требовали самые глубокие, самые обстоятельные. И вот начальник специальности Скрипкин, Леонид Александрович заходит, посмотрел в ведомость, говорю, вот Леонид Александрович, пятерки, четверки, некому тройку поставить. Он говорит, значит, хорошо работали, хорошо занимались. После такой учебы начинающие моряки чувствовали себя в море, как рыба в воде. А там ведь обязательно что-то дослучится. Пожар в машинном отделении или трещина в корпусе. Хотя в учебе в училище были и сугубо позитивные стороны. Каждые суббота, воскресенье у нас на первом этаже, вот под нами, были танцы. Приходили девушки к нам, потому что многих нас не пускали, увольнили там, то ли тройка. Вспоминаются те годы с благодарностью, ведь все добились в жизни многого. Желают училищу только процветания. Ну я спасибо тем, что все-таки в это такое время тяжелое, субболицы собраться и поговорить. И я желаю успеха этого руководства училища, чтобы у них все получилось. Чтобы они готовили, нарвали кадры, чтобы им была хорошая база. И чтобы наконец-то мы начали строить свои суда. Андрей Цыганко, Дмитрий Докунов, телекомпания АТВ. Продолжение следует...